Свидетельницу задержали после показаний Свидетельницу задержали после показаний В суде выяснилось, что ее ищут за махинацией на железной дороге 1. Газета «Коммерсант» номер 72 от 23 апреля 2019 года Строение 4 Как стало известно твердый знак, сразу после дачи свидетельских показаний В суде под стражу взяли бывшего заместителя начальника Московской дирекции инфраструктуры МДИ ОАО РЖД Галину Шиховцову Если два года назад ее осудили за взятку То теперь обвиняют в мошенническом хищению РЖД 7,3 миллиона рублей С почти 270 миллионов рублей, выделенных на ремонт тяговых подстанций Как и в первом случае, своей вины Галина Шиховцова не признает Бывшего начальника МДИ ОАО РЖД 58-летню Галину Шиховцову задержали в здании Мещанского суда Туда она пришла давать показания в качестве свидетеля по делу в отношении своего бывшего починенного Суд над ведущим инженером группы по управлению имуществом МДИ ОАО РЖД Олегом Гольчаком, обвиняемым в мошенничестве, начался еще в октябре прошлого года Его задержали почти 4 года назад по заявлению гендиректора ООО СК 7 звезд Ваника Анани Кяна, фирма которого арендовала у РЖД одно из помещений Бизнесмен утверждал, что Олег Гольчак требовал у него взятку якобы за крышевание Однако затем обвинение переквалифицировали на покушение на мошенничество Статья 30 АЧ 4 статья 159 УК РФ Поскольку Олег Гольчак по своей должности не был наделен административно руководящими полномочиями После того как судья отпустил давшую показания свидетельницу Шиховцову К ней подошли судебные приставы и объявили ей о задержании Как оказалось, еще в ноябре 2018 года Галине Шиховцовой, следователь Московского межрегионального следственного управления на транспорте, МСУД, Следственного комитета России заочно предъявил обвинение в мошенничестве по другому делу И тогда же ее объявили в розыск В нем речь идет о криминальной схеме по завладению частью выделенных ОАО РЖД МДИ денежных средств на выполнение комплекса работ по текущему ремонту тяговых подстанций в Брянской, Владимирской, Московской и Тульской областях Фигурантами этого дела изначально являлись заместитель начальника службы электрификации и электроснабжения МДИ Андрей Погребицкий, главный инженер этого же подразделения Геннадий Зимцов, а также коммерсанты Роберто Копян и Павел Матыцин Как установило следствие, хищение планировалось совершить путем включения в дефектные ведомости и сметы заведомо ложных сведений относительно объема и стоимости работ В итоге в 2015 году на ремонт и обслуживание оборудования было выделено почти 270 миллионов рублей При этом, как заявил твердый знак адвокат одного из фигурантов этого дела, изначально следствие якобы пыталось вменить обвиняемым хищение около 70 миллионов рублей Но доказать этого не смогло В результате в деле осталось лишь 7,3 миллиона рублей, выделенных на текущий ремонт силовых трансформаторов в четырех регионах, которого на самом деле не было, да он якобы и не требовался Эти деньги, как следует из материалов дела, участники преступной группы похитили, причинив тем самым ОАО РЖД ущерб в особо крупном размере 10 апреля 2019 года Андрей Погребицкий, Роберт Акопян и Павел Матыцин были приговорены Мещанским судом к пяти годам условно каждый Геннадию Зимцову приговор вынесли в особом порядке на месяц раньше Судя по всему, именно он первым уже в конце прошлого года на заключительной стадии расследования и дал показания, что организатором мошенничества являлась Галина Шиховцова Как сотрудницы РЖД принесли деньги без предупреждения Мещанский суд по ходатайству следствия отправил Галину Шиховцову в СИЗО Судья Татьяна Изотова согласилась с доводами представителям суд о том, что обвиняемая они явилась на допрос Может воспрепятствовать расследованию, оказать воздействие на свидетелей, уничтожить доказательства либо скрыться Защита Галины Шиховцовой пыталась доказать, что та ни от кого не скрывалась Номер мобильного телефона не меняла и вот уже год работает буквально в 300 метрах от зданиям суд Напомним, что 4 декабря 2017 года Мещанский суд приговорил Галину Шиховцову за получение взятки в размере 115 тысяч рублей к одному году и четырем месяцам лишения свободы Твердый знак рассказывал об этом деле 30 января 2017 года Впрочем, освободили женщину прямо в зале суда, поскольку назначенное наказание к тому времени она уже отбыла в СИЗО При этом стоит отметить, что с прежнего места работы Галине Шиховцовой пришлось уволиться лишь после приговора, которым ей было запрещено занимать руководящие должности В итоге она устроилась главным специалистом отдела анализа эффективности и мониторинга реализации проектов Центра по развитию Московского транспортного узла ОАО РЖД Адвокат Галины Шиховцовой Виктор Наумов заявил твердый знак, что его подзащитное инкриминируемое деяние не совершало, поэтому своей вины не признает По словам защитника, все обвинения в адрес его клиентки построены лишь на показаниях уже осужденной троицы Олег Рубникович